всем привет меня зовут артем если ваш премьер про не открывает ави файлы то наверняка это видео вам поможет как вы видите у меня стоит версия 2018 но наверняка этот метод подойдет и для девятнадцатых двадцатых премьер про и так далее разумеется в этом методе не надо будет переводить язык программы на английский переименовывать какие-то папки или делать что-то подобное оказывается вся причина того что премьер про не открывает ави файлы в том что ему не хватает кодеков и это довольно таки редкие кодеки я бы сказал даже не редкие а менее известны все мы знаем такие известные кодеки как к лайт кодек и quicktime кодек вот эти два в основном про них все говорят все устанавливают и вроде как думают что они им помогут в этом деле но на самом деле вот у меня были установлены вот эти два кодека и ави файлы все равно не читались я посмотрел видео там порекомендовали 2017 премьер про я установил 17 он все равно не открывает и потом спустя время я полазил по многим форумам и оказывается для ави файлов нужны именно вот эти два кодека но в дополнение я скачал еще вот этот вот наверняка вам хватит вот этих двух чтобы ави файлы открывались именно в премьер про 2018 то есть вам не надо устанавливать какую-то бородатую версию пятнадцатую там семнадцатую попробуйте на своей версии 2019 2020 у меня 2018 она работает я не устанавливаю 19 и 20 пример про потому что они подходят по системным требованиям начинает все подлагивать и чтобы не быть голословным разумеется давайте проверим bandicam avi это видео записано из bandicam а это видео тоже в формате avi записано с unreal engine и простым дроп-н-дропом как обычно просто перекидываю в проект вот он перекинулся затем можно еще и bandicam перекинуть можно в принципе сразу на таймлинию здесь еще и звук а с unreal engine разумеется без звука не просто кидая его на таймлайн зажимаем shift колесико можно раскрыть чуть-чуть и вот как мы видим все работает подрезать вырезать все что угодно то что здесь вначале темно потом светло это прогрев сцены это уже не касается самого avi файлы это уже касается рендера в самом движке давайте попробуем второй bandicam со звуком уже ну там есть дорожка звука но на ней ничего не записано можно зажать alt кликнуть по ней и нажать delete вот как мы видим полноэкранный режим без каких-либо артефактов и и всего прочего вот я включил play тут и идут секунды как мы видим видео достаточно неплохого качества помимо этого то что они открываются в premiere pro вы еще можете эти проекты рендерите в adobe media encoder давайте сохраним этот проект control s как мы видим этот проект называется avi project переходим в adobe media encoder тоже восемнадцатого года так как у меня и premiere восемнадцатого и encoder разумеется советую ставить версии одного года в общем зажимаем этот проект avi и кидаем в encoder как мы видим он добавляется без каких-либо ошибок также все идет вот таймлиния можно нажать ok и включить его чтоб он рендоновато все он выводит сейчас файл mp4 так быстро потому что там всего несколько секунд без всяких спецэффектов и давайте посмотрим вот он у е4 mp4 уже player открылся на втором окне но вот как мы видим тоже без особых артефактов довольно четкое изображение без каких-либо проблем напомню что это все дело скорее всего вот в этих двух кодеках которые в принципе мало где упоминаются и мало кто их скачет и устанавливает дополнение я установил еще вот этот и avi файлы стали считаться даже в 2018 версии премьер про при установке divx installer у вас там будет предложено установить стороннее по просто снимите галочку и нажмите пропустить там будет три кнопки дальше пропустить и назад что-то типа этого нажмите пропустить если разумеется вам не нужно то что они предлагают как бы в дополнение к этому кодеку это совершенно не обязательно устанавливать я например не устанавливал а этот устанавливается без проблем там нет никаких рекламных программ улик но также в дополнение рекомендую вам установить вот эти два кодека для того чтобы они просто были потому что quicktime это .mov довольно таки распространенный тоже формат поэтому этот кодек тоже необходим насчет этого кодека ничего не могут точно сказать и будет ли ссылка на него потому что я даже не помню где его скачивал вот на эти два наверняка я найду ссылки и оставлю их в описании но кто знает может эту проблему решает именно вот этот кодек так что с помощью этих кодеков вы можете работать в том интерфейсе который вам нравится если вы привыкли к русскому пускай интерфейс будет русский если к английскому переводите на английский как по мне так вообще нет никакой разницы русский он английский главное чтобы не французский германский или тем более японский потому что в основном все программы на английском я использую а те программы которые есть на русском я использую на русском в общем такое вот коротенькое видео напишите обязательно в комментариях работает ли этот способ с пример про 19 20 и так далее какие версии вы используете и помог ли этот способ мне интересно знать потому что если я захочу перейти на например на 19 версию если вдруг способ не работать смысл мне скачать устанавливать новую версию и плюс к этому разумеется вы поможете не только мне этим комментариям но и тем кто будет читать эти комментарии возможно вы напишите что он работает в 19 версии таким образом человек прочтет ваш коммент поблагодарит вас и установит эту версию зная что этот метод точно будет там работать в общем на этом все до новых встреч